Главное начали и то хорошо, шутят многие автомобилисты про щит на участке дороги от Краснодара до Василковского района. Как видно, отрезок трассы М4Дон начали ремонтировать еще в прошлом году, а вот когда этому будет конец, судя по надписи, вопрос открытый. На территории Кубани, не считая развязок, эта дорога – единственный крупный отрезок, на котором идет ремонт. И закончить его надо как можно быстрее, уточняет в разговоре с главой автодора губернатор Александр Ткачев. 50 километров дороги попытаются сдать уже в июне, на месяц раньше запланированного. Отвечает Сергей Кельбах. В госкорпорации пообещали не только приложить к этому максимальные усилия, но и дальше помогать создавать в крае обновленную дорожную сеть. Мы сегодня с Александром Николаевичем обсудили стратегические планы по развитию дорожной сети в целом. То есть надо не замыкаться на сегодняшний день, а весь узел как раз северной части Краснодарского края. Это проект, о котором, наверное, многие наслышаны. Краснодар, Абинск, Кабардинка. Мы перешли в практическую фазу его проектирования. Строительство трассы Краснодар-Абинск-Новороссийск станет частью новой дорожной инфраструктуры Кубани, которая разгрузит Краснодар. Вместе со строительством моста в районе Елизаветинской получится обход краевой столицы, которая перераспределит потоки автомобилей, движущихся на кубанские курорты и в Крым из Москвы, Волгограда и Астрахани. Должанный проект для нас с вхождением Крыма, объезд Краснодара, а значит поток не выведем из города. Это тоже ключевое направление с развязками, с объездом, с осветлением, естественно, на Крым, полуостров, через мост. Это новая дорога, это новое строительство. Не один десяток миллиардов рублей. Я думаю, что для нас это тоже даст такую серьезную возможность развивать нашу экономику и получать дополнительное количество туристов уже непосредственно из Крыма или люди, направляющиеся в Крым, безусловно, будут посещать курорты нашего края. И здесь плюс не только в мягкой езде по асфальту и широким полосам. С новыми дорогами увеличивается поток людей, проезжающих через край на автомобилях, а значит и объем денег, которые они оставляют на Кубани. После возвращения Крыма в Россию Краснодарский край стал классическим транзитным регионом. Поэтому от качества дорог зависит экономический потенциал Кубани. От увеличения количества туристов, проезжающих в день, до развития придорожного сервиса. Мы по краевой сети будем ремонтировать в пределах 400-450 километров дорог. То, что касается муниципальной сети, это также в пределах 400 километров дорог. И будем реконструировать и строить в пределах 20 километров дорог. Не только ремонт, но и очистка от мусора и снега федеральных дорог – прямые обязанности Краевого управления Автодора, напомнил во время встречи Александр Ткачев его руководителю Николаю Ильину. Еще до Нового года губернатор поручил убрать горы мусора на обочинах федеральных трасс. Правда, чтобы окончательно донести это Краевому руководству, общаться пришлось с федеральным. К большому сожалению, подрядная организация, которая у нас ранее работала на реконструкцию участка дороги, слава богу, с ней расторгли договор в связи с тем, что они не исполняли свои обязательства. Соответственно, дорога, она не реконструирована, содержание было на нищайшем уровне. Вот на сегодняшний день у нас заключен договор уже с компанией, которая была вторая участница. Соответственно, сразу увидели, да, то есть созданы бригады по уборке мусора. Согласия во время встречи Александр Ткачев и Сергей Кельбах достигли и по вопросу строительства дублера трассы Джубга-Сочи. Новый проект в будущем позволит уменьшить поток автомобилей, едущих по сложному горному серпантину. Создали группу, чтобы посмотрели технико-экономическое обоснование. Именно существующую дорогу, так сказать, через Шамянский перевал, через Обширонский район. И, конечно, с выходом уже непосредственно на поселок Лазаревский, с одним выходом в Дагомыс и, естественно, с третьим выходом, или подходом к ТОПСЭ. Это перспективный проект, он, понятно, не дешевый, но он может послужить серьезной альтернативой существующей дороге Джубга-Сочи. А значит, мы уменьшим скорость подходов к этим ключевым городам, курортным. И понятно, что мы в том числе удвоим-утроим количество отдыхающих, туристов, приезжающих на территорию нашего края. Через трассы в Краснодарском крае на курорты едет почти вся европейская часть страны, подсчитали в Автодоре. Поэтому качество дорог на Кубани – вопрос даже не регионального, а федерального масштаба. И, несмотря на все сложности, в 2015 году отказываться от создания новой дорожной инфраструктуры в регионе не будут.